Привет друзья! Сегодня мы посмотрим на мощный 40-ваттный зарядник от именитого бренда Blitzwolf, который довольно компактный при его-то возможностях. Если у вас дома или на работе нужно заряжать много гаджетов, а с количеством свободных розеток проблема, то рекомендую присмотреться к этому мощному малышу. Заказывал я его на Алиэкспресс, дошел он за 3 недели, в фирменной Blitzwolf-овской бело-зеленой коробке. Сам зарядник уже под евро-розетку и имеет на выходе 4 USB-порта. Пластик корпуса глянцевый, толстый, зарядник весьма увесистый. Сами USB-порты имеют приятную синюю подсветку. На камеру она кажется немного грубоватой, но на деле свет приятный, не такой резкий и ночью не мешает. Что касается его характеристик, то как заявляет производитель, он может выдавать 5 вольт и 2,4 А на каждый порт, или целых 8 А на все порты одновременно. Это конечно круто скажу я вам, но мы с вами сейчас это и проверим, врет производитель или нет. Воспользуемся универсальным тестером, тоже с Алиэкспресс, и видим, что зарядка при простое выдает 5,22 вольта, это хорошо. Поднимаем ток и видим, что напряжение немного снижается, что естественно, но ниже 5 вольт не падает. При достижении тока в 2 ампера, напряжение также не упало ниже номинальных 5 вольт, но заявлено 2,4 ампера на порт. Поднимаем ток до этих значений и напряжение так и не упало ниже 5 вольт. Блиц вульф как всегда молодцы. Ну а падать напряжение начинает только при достижении тока в целых 3 ампера, то есть у зарядника запас по мощности есть и работать он будет без надрыва, ну а свыше 3 ампер срабатывает защита. Ну а далее вешаем нагрузки на каждый порт и выставляем ток 2 ампера. Четыре порта по 2 ампера получается в сумме 8 ампер и зарядник работает, без проблем держит заявленные токи. Получается зарядник соответствует заявленным характеристикам и является полноценным 40 ваттным зарядником. На некоторых тестерах можно заметить, что напряжение как будто просело ниже 5 вольт. Это связано с тем, что они на входе имеют небольшой кабель, именно на нем просадка и происходит. Сам же зарядник как выдавал 5 вольт, так и выдает. Вот например на тестере без кабеля это отчетливо видно. Спустя некоторое время одна из нагрузок раскалилась аж до 200 градусов и даже чуть выше. А вот сама зарядка при максимальных нагрузках выше 41 градуса не греется. Это говорит о том, что зарядник не напрягается и работает не на пределе своих возможностей. А это в свою очередь означает, что он проработает очень долго и не сгорит от перегрузки. Зарядник имеет защиту от скачков напряжения, защиту потоку, защиту от короткого замыкания. Производитель дает на него гарантию 18 месяцев. Ссылки на этот зарядник и все мои тестеры и нагрузки будут под видео в описании. Также производитель предлагает еще несколько вариантов данного зарядника. 38-ваттный зарядник с тремя USB портами, один из которых порт быстрой зарядки Quick Charge 3.0 с напряжением от 3,6 до 12 вольт и токами от 3 до 1,5 ампер. Есть 36-ваттный зарядник с двумя USB портами, поддерживающими быструю зарядку Quick Charge 3.0 и есть 45-ваттный зарядник с одним портом USB Type-C. Он поддерживает быструю зарядку Quick Charge 3.0 и Power Delivery 3.0. Он уже способен выдавать 2,25 ампера при напряжении 20 вольт. Ссылки на эти зарядки также оставлю для вас под видео в описании. Ну а на сегодня у меня все. Посмотрите другие мои видосы, на канале их уже более 700. Что-нибудь интересное для себя обязательно найдете. Приятного вам просмотра. Пока-пока.